Здравствуйте, дорогие друзья! У нас были сложные выпуски про нарциссов, и мы с вами переводили ДСМ. Мы разговаривали с Монгом о том, как сложно переводить ДСМ, или какие могут быть путаницы. Были сложные выпуски, когда я что-то объяснял по поводу расстройств личности. Итак, сегодня простой выпуск «Это что на уме у нарцисса», и сегодня мы попробуем с вами обсудить вот какой момент, о чем же он думает. Потому что все равно я вижу, что вы недопонимаете, что это очень простой тип личности. То есть, несмотря на грандиозно раздутую метафору о том, что он суперкрутой, суперклассный, такой невероятный чувак какой-то, гениальный. Хрень эта полная. Потому что есть один огромный триггер. Есть одна огромная слабость. Понимаете? Его самооценка. Ему даже деньги как таковые, по сути, не нужны. Ему лишь бы свою самооценку сохранить. Поэтому поймите одну вещь. Человек, который цепляется, которому что-то дорого, на него можно воздействовать. Им можно манипулировать. И, соответственно, вы всегда можете давить на это больное место пряником или кнутом. Но можно давить. Как вы будете давить на эпилептоида? Это еще очень большой вопрос. Как вы будете давить на парнояльного, который, в принципе, готов умереть ради идеи? И истинные парнояльные, они так и поступают и всегда говорят, что, в принципе, я готов на смерть, если это поможет мне реализовать мои цели. Теперь подумайте, по сравнению с этими двумя типами, человек, который постоянно бережет как кощей яйцо свою самооценку и с ней нянчается. Понимаете, у них едет крыша, если их кто-то изнасиловал. Да, может быть, мужчину изнасиловали, может быть, женщину изнасиловали. Но я вам скажу, что для парнояльного, для эпилептоида, для сильных личностей, да, это будет стресс, но они все равно оклемаются, конечно, от такого сложного потрясения. Но я имею в виду, если сравнивать с парнояльными эпилептоидами или психопатами, соответственно, ну, расстройство, нарциссическое расстройство личности блекнет. Блекнет, оно очень слабое, эти люди очень слабые, и на то это и расстройство, что тут больше слабостей и подводных камней, и все мысли только-только о том, чтобы сберечь свою самооценку, показать свою грандиозность, продемонстрировать эту грандиозность. Ну, или как в случае со скрытыми, это, соответственно, спрятаться, да, показать себя несчастным, бедным, чтобы на меня все обратили внимание, как бы, и вот возносили меня за то, что я бедный и несчастный. Такая стратегия жертвы тоже бывает. Но, тем не менее, это в любом случае какие-то истории о том, что мы нячимся, как с ребенком, с нарциссом, да, понимаете? Посмотрите, у меня есть озвученное ДСМ для тех, кто не смотрел. Посмотрите, мы с Монгом проводили. Там больше таких сложных вещей, гипо- и гиперманиакальные фазы, да. То есть, когда у нарцисса похоже на биполярку, когда вот вверх идет фаза, потом, да, подъем настроения жизнедеятельности, потом спад. И это указано в ДСМ, опять же, вот, все ссылается на наш перевод. Соответственно, понимаете, очень-очень сложно с нарциссами в этом плане. То есть, они слабые, и, соответственно, они, их нужно жалеть, и им нужно оказывать какую-то просто помощь, по-хорошему, исключительно медикаментозного, ну, в смысле, не медикаментозного, не всегда медикаментозного, ну, короче говоря, медицинского характера помощи оказывать. Но, к сожалению, к сожалению, пока нет такой системы, чтобы мы могли оказать всем людям с нарциссическим расстройством личности необходимую помощь, потому что сами из-за своей грандиозности они от этой помощи отказываются, а принуждать мы их не можем. Поэтому какой-то серединке наполовинку здесь не выработано пока отношение, и все идет, как оно, в общем-то, и идет. Дорогие друзья, на уме у нарцисса, отвечаю, его самооценка, ничего более, не ищите потайного дна, не пытайтесь найти, в общем, в луже моря. Поэтому имейте в виду, кроме его самооценки, больной там ничего нет. С вами был Краса Сергей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и я вас жду на своих онлайн-консультациях.